Беларусь перестраивается в связи с новыми условиями работы на внешнем контуре. Это напрямую касается деятельности Министерства иностранных дел. Президент принял с докладом главу внешнеполитического ведомства. Перемены в структуре МИДа – один из главных вопросов повестки встречи. Недружественная политика отдельных западных государств и альянсов по отношению к нашей стране не может не отражаться на внешнеполитических контактах. Одновременно с этим другие страны выражают официальному Минску поддержку и показывают готовность к взаимовыгодному сотрудничеству без каких-либо условий и ультиматумов. Александр Лукашенко сегодня ориентировал Владимира Макея на усиление взаимодействия с дружественными государствами. Впрочем, этот тезис президента не нов. Установки по приоритетам внешней политики он лично давал дипломатам на совещании несколько месяцев назад. Собственно, итогом того большого разговора можно считать и сегодняшний доклад министрам. В основе формирования карты загранучреждений – прагматичность и взаимность. Беларусь перестраивает работу посольств, исходя исключительно из этих аспектов. Договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность Министерства иностранных дел. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится Беларусь сегодня. Все мы видим и понимаем, что происходит, особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической, прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняется и наш восточный и южный вектора. Поэтому было условие и мое поручение правительству и Министерству иностранных дел пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности. Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то штукатурки внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил. И мы договорились, что нам надо, коль взялись за этот вопрос, Министерство иностранных дел привести в надлежащий вид в соответствии с теми задачами, которые будем решать сегодня, завтра и послезавтра. Глава внешнеполитического ведомства внес президенту предложение о кадровых назначениях руководителей некоторых загранучреждений. Александр Лукашенко их поддержал, как и план по оптимизации сети белорусских посольств за рубежом. Вследствие грядущих изменений страна усилит работу на пространстве СНГ и на Дальней Дуге. Мы значительно сокращаем наше дипломатическое присутствие в европейских странах. Я не имею в виду, что мы закрываем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но этот дипломатический персонал мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы. Например, Китай, Индия. Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, в странах, которые являются и платежеспособными, и в которых востребована наша продукция. Также Владимир Макей подчеркнул, что основной акцент в работе загранучреждений делается на повышении эффективности так называемой экономической дипломатии. Польского военнослужащего Эмиля Чечко в рамках уголовного дела допросит белорусские следователи. Военный бежал в нашу страну и уже подал запрос на предоставление ему в Беларуси политического убежища. После побега и шокирующих фактов об издевательствах над беженцами, расстрелах, в том числе волонтеров, польский режим стал преследовать Чечко. Звучат даже призывы расстрелять его самого. Конечно, не от простых поляков, а от тех, кого так или иначе касается та страшная правда, которую поведал военный. Андрей Александров продолжит. Алкоголик, наркоман, насильник, шпион, официальная Варшава в истерике готова назвать своего военнослужащего Эмиля Чечко хоть и щадием ада. Лишь бы перебить тот информационный бум, который всколыхнули откровения этого человека. Неуклюжие попытки оправдаться разбиваются о том, что заявил польский солдат. Зверские издевательства, могилы, выстрелы в голову и добивание ни в чем не повинных людей. Каждое заявление все больше повергало в шок. Не только белорусов, но всю мировую общественность. Не выдержав преступных приказов польского режима, он сбежал в Беларусь и попросил политического убежища. В органы внутренних дел из пограничной службы Республики Беларусь, в соответствии с законом о предоставлении иностранным гражданам и лицам безгражданства статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, поступило ходатайство гражданина Польши Эмилии Чичко о предоставлении статуса беженца дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. В настоящее время ходатайство принято к рассмотрению и по нему будет принято законное решение. Согласно закону о статусе беженца в Республике Беларусь, срок рассмотрения таких ходатайств составляет до 6 месяцев. Гражданин Польши также обратился за правовой помощью в Центр системная правозащита. Тем временем Варшаве явно не знает, что с этим делать. Пытаются маскировать высокопарными словами про демократию и права человека, но иногда слов не выбирают. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Шкшипчак заявил, что Эмилия Чичко необходимо разжаловать и пустить ему пулю в лоб. Мол, 10 лет тюрьмы из-за дезертирства мало, а смертная казнь в самый раз. Все это повергает в шок, особенно на фоне заявлений самого Чичко. Если ответная реакция такова, и если польские власти готовы убивать собственных военных за то, что они раскрывают всему миру правду, значит и были убийства? Они просили, чтобы в них не стреляли. Они что-нибудь говорили в этот момент? Или у них была какая-то другая реакция? Что ты тогда видел? Я не хочу извините об этом говорить. Одни плачут, другие кричат, другие стоят просто прямо. Когда были ранены, приходилось их добивать. Я слышал, что были такие люди, их нужно было добить. А что нужно было с ними делать? Живыми закапывать? Вам говорили их добивать, да? Это был приказ. Да, говорили, добейте их. Буквально на прошлой неделе ты был задержан в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Да, и поэтому сбежал через колючую проволоку, потому что у меня забрали права. Прекрасный подход. Ну да, обычные пьяницы так и могли бы посмотреть все интервью и увидели бы одну вещь. Каждый раз, когда я рассказывал какой-нибудь случай, которому нас принуждали, всегда за этим стояло большое количество алкоголя, который давали солдатам. А потом говорят, что ехал пьяным. Я не буду приклеивать назад этот флаг после того, как я прочитал то, что говорила обо мне Польша. Нет, я не приклею этот флаг. А сейчас я могу его только спустить в унитаз. Могу я сходить в туалет? Военные, в рядах которых служил Эмиль Чечко, вряд ли предполагали, что их перебросят от границы с Калининградом ближе к белорусским рубежам, чтобы убивать мигрантов и своих соотечественников. Артиллеристы, которые должны были защищать свои территории пушками, сами стали пушечным мясом. А точнее, из военных превратились в жестоких преступников. По данным фактам, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Чечко допросит следователи. В пятницу, 17 декабря текущего года, в средствах массовой информации было опубликовано интервью, спросившим политического убежища польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов, последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков. Лицемерная риторика Запада за гранью. Почему-то ни одна международная организация до сих пор не проронила ни слова по этому поводу. Зато вспомните, какой вой поднялся весной по поводу посадки лайнера Ryanair. Минск тогда обвиняли в терроризме. Хотя доказательства свидетельствуют об обратном. И на Западе это знают. А сейчас и Брюссель, и Ижи с ними воздерживаются от комментариев. Хотя за фактами и истиной, оказывается, достаточно просто съездить в приграничную зону Польши. Андрей Александров, Наши новости ОНТ. Беларусь передаст международным структурам материалы уголовного дела о преступлениях польских силовиков. Это пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Генпрокуратура будет действовать совместно с Совмином и Палатой представителей. Туда направят копии собранных данных на русском и английском языках. С последующей передачей международным и европейским структурам, включая Европарламент. Их попросят дать правовую оценку тем событиям, которые произошли на границе. Речь о пытках, избиениях, применении химических и спецсредств. О нападении на наше посольство в Лондоне сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел. Вначале группа лиц испортила фасад здания. А затем нападению подверглись прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них нанесены серьезные телесные повреждения. Медики подтвердили перелом носа и сотрясение мозга. От правоохранительных органов радикалы попытались скрыться. Тем не менее, некоторых задержали сотрудники диполиции Лондона. Нападавшие предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надея». Эта попытка расправы красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых страны коллективного Запада пытаются выдавать за мирных протестующих. Речь идет вчера не о пьяной выходке. Это было сознательно. Нам сообщили, что посольство Белоруссии оказалось забросано яйцами. Яйца были предназначены для того, чтобы выманить дипломатов из посольства, заставить их появиться в поле зрения, с тем, чтобы предпринять в отношении них какие-то, как теперь уже стало понятно, насильственные действия. При этом действия целенаправленно осуществлялись в отношении белорусских дипломатов по их профессиональной принадлежности. По ситуации, как я уже отмечал, проинформированы местные правоохранительные органы. В своих объяснениях мы полностью описываем ту ситуацию, которую я рассказал. Передаются соответствующие виде материалы. Проинформировано Министерство иностранных дел Великобритании о недопустимости соответствующих действий в отношении сотрудников белорусского посольства и здании этих миссий как такового. В МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента. Привлечение к ответственности виновных. МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все меры для защиты представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба. Это предусматривает Венская конвенция. Неделя в Европе началась с роста цены на газ. За тысячу кубометров она превысила 1900 долларов. Стремительный рост произошел из-за приближения холодов, а также на фоне заявлений еврочиновников о том, что с запуском Северного потока-2 торопиться не будут. Федеральное сетевое агентство Германии на днях сообщило, что по крайней мере в первой половине 2022 года решения не будет. Ту же информацию озвучили в немецком МИДе, чем и спровоцировали обострение энергетического кризиса. По сравнению с показателем закрытия торгов, утренний рост цены на голубое топливо превысил 7%. На фоне удорожания энергоносителей в Польше утвердили новые тарифы на газ и свет. Так, электричество полякам в следующем году обойдется на 24% дороже, а голубое топливо на все 54%. Впрочем, не только это вывело людей на улицы польских городов. Десятки тысяч человек вышли в знак несогласия с новым законом о телерадиовещании, который ужесточает правила в отношении иностранного владения средствами массовой информации. Волна масштабных протестов прокатилась и по другим странам. Жители Австрии, Нидерландов, Германии, Бельгии возмущены жесткими антиковидными мерами и неадекватной реакцией властей на пандемию. С подробностями наш Субкор в Евросоюзе Руслан Подубский. Чем ближе резонансное голосование в немецком парламенте, назначенное на февраль, которое может сделать вакцинацию в Германии обязательной, тем жестче споры в обществе и агрессия в поведении местных жителей. Очередная акция протеста, очередные стычки с полицией и задержание активистов. Для многих из них крик и кулаки – последний аргумент в противостоянии с государством. Как вы видите, здесь нет радикалов, но подается все по-другому. Здесь нормальные неравнодушные люди, но нас снимают на фото и видео, а потом скажут – это вышли три нациста. Вы же видите, что это не так. В немецком обществе люди все чаще стали говорить о недоверии медиаресурсам, обвиняя редакции в защите точки зрения властей и в поддержке ограничений. Полиция заявляет, что среди протестующих возревает радикальное ядро – люди, которые готовы идти на крайние меры. Немецкие спецслужбы объявили о раскрытии и срыве заговора с целью убийства премьер-министра Саксонии Майкла Кречмера. Самая восточная федеральная земля Германии имеет самый высокий уровень заражения в стране и значительный процент противников вакцинации. Мы видим, что то, что происходит, это больше не абстрактный гнев против политики. Скорее, теперь протестующие стремятся возложить ответственность за происходящее на конкретных людей. Вы можете видеть это в чатах, в соцсетях, в которых люди пытаются получить информацию о частных адресах и угрожать напрямую тем, кто, по их мнению, принимает решение. Недовольство отражается не только на политиках. Полиция фиксирует участившиеся случаи агрессии в отношении врачей и журналистов. Одним из главных очагов народного недовольства в последнее время стал Брюссель. Больше месяца каждую неделю тысячи людей выходят на улицы европейской столицы для того, чтобы выразить громкий протест к существующему положению вещей. На плакатах и в речевках те же призывы, что и в других частях Европы. В нескончаемом потоке демонстрантов люди разных социальных групп и профессий. В строю спасатели, рабочие, бизнесмены, пенсионеры и молодежь. Они требуют вернуть отобранные у общества свободы и не отбирать у граждан право выбора. Начиная от локдаунов, закрытых границ, заканчивая прививками и паспортами вакцинации, без которых у рядового европейца практически нет возможности жить так, как хочется. И я сегодня здесь в форме заключенного. И это, к сожалению, не шутка. Все, что происходит с нами сейчас, напоминает одну большую тюрьму. Мы ограничены, нас загоняют в угол и, главное, не дают возможности выбирать. За нас все решили. Но я так не хочу и буду протестовать. Даже если меня арестуют. Полиция, которая традиционно отгородила от протестующих подходы к зданиям европейского квартала, где работают европейские чиновники, довольно долго, спокойно наблюдала за происходящим. Но как только заявленное время акции завершилось, начала достаточно жесткий разгон. В ответ силовиков полетели камни, палки и фаеры. Те ответили дубинками и слезоточивым газом. По данным полиции, в этот раз задержано около 20 человек. Сообщается о пострадавших журналистах. Представители медиа в последнее время вообще стали частыми объектами нападений. Причем и со стороны силовиков, как в этом случае, так и со стороны протестующих. Им, конечно, не нравится, когда с телеэкранов и страниц интернет-ресурсов транслируется необъективная информация. Я, например, очень избирателен и не даю комментарии без разбора. Если медиа находятся в частных руках, то они не могут быть независимыми. Они будут транслировать точку зрения владельца, поэтому надо быть осмотрительным. Но что делать, когда главным медийным цензором становится государство, спрашивают демонстранты в Польше. Около сотни городов и сотни тысяч людей вышли на польские улицы в знак протеста против нового закона о средствах массовой информации. Он уже одобрен правящим большинством в польском парламенте и отправлен на подпись президенту, которого демонстранты призывают приостановить его действия. Новые правила ужесточают схему иностранного владения медийными ресурсами. У иностранцев теперь не может быть контрольного пакета. Это значит, что у редакции могут смениться собственники. Оппоненты утверждают, что это настоящее наступление на свободу слова от правящей партии. По их данным, партия «Закон и справедливость» уже контролирует польское общественное телевидение и большую часть региональной прессы. А новый закон должен заставить сменить редакционную политику телеканала ТФОН, который жестко критикует действующую власть. Акции телеканала принадлежат американской медиагруппе «Дискавери». Но ни предупреждение американцев, ни озабоченность Брюсселя польское правительство пока не остановило. Мы с озабоченностью следим за последними событиями в Польше. В эти выходные мы видели, как люди высказывались в поддержку свободы прессы. Комиссия ожидает, что власти найдут решение, чтобы их политика и законы не оказывали негативного влияния на обязательство поддерживать свободный, независимый и разнообразный рынок средств массовой информации. Закон, подготовленный Варшавой, может привести к большему давлению в медиасекторе и к большему количеству ограничений в Польше, где медиаландшафт уже политизируется. Мы будем пристально наблюдать за происходящими процессами. За последние пять лет Польша переместилась в международном рейтинге свободы прессы с 18 на 62 место. Но даже несмотря на такие цифры, в Варшаве настаивает, что все делается в интересах соблюдения национальной безопасности. Похожие слова подбирают политики и в Нидерландах, которые закрыли страну на жесткий локдаун в канун Рождества и Нового года. До середины января там не работают общественные места и большинство магазинов. В прошлый раз такие решения спровоцировали масштабные беспорядки по всей стране. Наблюдатели все еще спорят, хватит ли выдержки у бизнеса и простых жителей Нидерландов смириться с очередными ограничениями. В Злампаддубский, Дмитрий Лацкий, Европейское бюро ОНТ. В Минске судят россиянина за разжигание социальной вражды, призывы к массовым беспорядкам, захвату власти и насилию над ее представителями. Перед процессом обвиняемый и его защитник заявили, что доверяют суду. Гособвинитель ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме. Оно выделено из другого разбирательства, над которым следователи еще работают. Чтобы не разглашать тайну следствия, судебное заседание закрытое. Егор Дудников с осени 19-го жил в Минске. По материалам дела он распространил в телеграм-чате, признанном экстремистским, как минимум 55 аудиозаписей, в которых призывал ко всему вышеперечисленному. Это было направлено на дестабилизацию обстановки в Беларуси. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. А сейчас об уникальном случае спасения малышки, у которой сразу после рождения выявили коронавирусную пневмонию. Ситуация нетипичная не только для нашей страны, для всего СНГ. Шансов у девочки было мало, но врачи совершили настоящее чудо. Ювелирная работа в материале Ильи Соболева. Виктории всего два месяца, и каждый день врачи боролись за её жизнь. Начиналось всё как обычная простуда, но первое же обследование показало, всё куда серьёзнее. Вердикт врачей шокировал маму. Ведь та перед родами сдавала тест на коронавирус, и он был отрицательным. Сначала малышку лечили в родном Могилёве, а после экстренно перевели в Минск. К сожалению, все реанимационные мероприятия, в том числе ИВЛ, были для ребёнка неэффективны. И они обратились за помощью в наш центр. Выехала бригада. Ребёнок находился в нашем центре на аппарате ЭКМО. Это уникальнейший и ювелирнейший случай. Естественно, есть достаточно большая проблема, как подключить аппарат. Из-за размеров ребёнка, из-за возраста нам это, к счастью, удалось. И вообще, это очень редкий случай сам по себе, потому что дети всё-таки в меньшей степени болеют коронавирусом, чем взрослые. И у них таких тяжёлых форм практически не бывает. Сейчас малышка чувствует себя гораздо лучше. Уже сама дышит, кушает и идёт на поправку. Конечно, Виктория всё ещё под пристальным наблюдением медиков. Но всё самое сложное уже позади. Мама не перестаёт благодарить врачей. Спасибо большое всем нашим врачам, которые подключали её к аппарату, которые её вели всё это время. Они проделали очень большую работу. Всем огромная благодарность. На пятый день она с ЭКМО её сняли. И просто на аппарате ЭВЛ она находилась на поддерживающем режиме. Конечно, это была очень большая победа врачей. Если всё пойдёт по плану, то вскоре малышку переведут из отделения интенсивной терапии в обычное. Затем лечение продолжат по месту жительства в Могилёвской областной детской больнице. Случай Виктории действительно уникальный. Но борьба за детские жизни в Республиканском научно-практическом центре идёт ежедневно. На помощь врачам приходит и высокотехнологичное медицинское оборудование. Это тоже важная составляющая самого сложного лечения. Несмотря на ковидную инфекцию, улучшение материально-технической базы, конечно же, оно проводилось и будет продолжаться. Все РМПЦ работают. Все специализированные центры на уровне областей, регионов работают. И объёмы помощи в сравнении с прошлым годом, они не то что не уменьшились, они по некоторым направлениям увеличились. В РМПЦ детской хирургии и здесь тоже свои достижения. Работа не прокращалась, работа осуществлялась и в плановом режиме, и в экстренном режиме. Проведено ряд уникальных операций за этот год, которые можно считать даже единственными в мире. Не сокращать плановую помощь, но при этом минимизировать риски внутрибольничного заражения. С этой сложной задачей наше здравоохранение справилось, как итог десятки тысяч спасённых, больших и маленьких жизней. Илья Соболев, Иван Боровой. Наши новости ОНТ. Около 60% белорусов считают, что их материальное положение за последний год не изменилось или улучшилось. Сегодня стали известны новые результаты масштабного исследования «Беларусь. Мнение о будущем». Оно проводилось почти три недели по всей стране. Сотрудники аналитического центра ЭКООМ и Института социологии Академии наук попросили белорусов ответить на вопрос о том, как изменилось материальное положение за последний год. Каждый четвёртый отметил, что его благосостояние в 2021-м улучшилось немного или существенно. Почти 34% не увидели изменений. То есть почти 60% считают, что их доходы не изменились или улучшились. Ухудшение материального положения отметили 36% опрошенных. Также белорусов спросили о наиболее актуальных проблемах, которые требуют срочного решения со стороны органов власти. Здесь чаще всего называли проблему состояния дорог. На втором месте здравоохранение, далее зарплата и благосостояние. Также в перечне проблемных назывались системы ЖКХ благоустройства строительства. Нет ответа на этот вопрос у 66% респондентов. Это означает, что острых серьезных проблем, которые требуют срочного решения, у большинства людей нет. Значительная часть населения не смогла четко определить, какие же проблемы для них являются наиболее важными. Это тоже своего рода показатель. Показатель того, что фактически каких-то таких проблем, которые бы задевали всех, которые были бы жизненно важны, животрепещущи и буквально терзали бы людей, то таковых как бы нет. Основная масса проблем решается в той или иной степени, с той или иной скоростью, конечно же, как в принципе и во всех странах. Во всех странах есть проблемы с дорогами, во всех странах есть проблемы со здравоохранением. Ну, заработная плата, она в принципе никогда никого не удовлетворяет. Всегда хотелось бы больше, и даже если ты получаешь хоть миллион долларов, как говорится, кому-то не хватает на кусок хлеба, а кому-то не хватает на остров в Тихом океане. Поэтому всегда человек хочет больше. Это, в принципе, нормальное явление, всегда стремиться к большему, к лучшему. И это вполне объяснимо. То, что мы видим по результатам социологического опроса, показывает, что количество людей, которые называют те или иные проблемы самыми важными, оно не такое значительное. А значит, это получается общий фон проблем, которые волнуют любое общество, в принципе, в любое время. Еще одна тема опроса. Кто виноват, если качество жизни ухудшилось? Около четверти белорусов. 26% считают, что виноваты сами. Около 20% не увидели ухудшения. Ответственность на государство возлагают 12%. На правительство примерно столько же. То, что причины негативных изменений другие страны считают 9%. Примерно столько же тех, кто в ухудшении ситуации винит оппозицию. Ответ. Президент выбрали лишь 4,6% опрошенных. Премены в Беларуси уже происходят. Как и передача полномочий на места, о чем не единожды говорил президент, вместе с этим идет эволюция всей вертикали. Для чего особо нужны люди, способные принимать решения и нести за них ответственность. Это одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Пропаганда». Политический обозреватель Игорь Тур анализирует назначение губернаторов в Могилевскую и Витебскую области и приходит к выводу. Решения Александра Лукашенко на прошлой неделе говорят в целом о стратегии главы государства, в которой очень важно думать не столько о прошлых ошибках, сколько о задачах на перспективу. Также в программе авторское мнение о социсследовании белорусов, открытии магазина одежды с цитатами первого и о профессиональном празднике сотрудников КГБ. Пропаганда в эфире ОНТ сразу после нашего выпуска. О тех, кто добывает черное золото, и не только о них. Компании «Беларусьнефть» 55 лет. Это большой и сплоченный коллектив профессионалов. В числе лучших на предприятии специалисты так называемых околонефтяных профессий, как оператор АЗС. Максим Вечерков, полный бак, пожалуйста. Рабочий день начинается с тем, что приходишь и одеваешь фирменную одежду. Когда ты без преувеличения первое лицо компании, так операторов в шутку называют коллеги, то и внешний вид должен соответствовать. Здесь на это обязательно обратят внимание. Будет сложный день, много клиентов, надо все успеть. Не самая легкая профессия, как может показаться на первый взгляд. Слишком много обязанностей, с которыми справятся только самые стойкие. Режим повышенной внимательности. «Принимаем смену, считаем кассу». Документация, инвентарь и внешний вид торгового зала – это детали утреннего обхода. Дальше работа на воздухе. Территория автозаправочной станции должна быть идеально чистой, оборудование исправным, а расчеты остатков топлива точными. Счетчики ведь не могут обманывать. «Должны прокачаться все пистолеты, чтобы не было ни недолива, ни перелива. Чтобы клиент ушел от нас довольный, уехал с полным баком». Контроль за приемом, хранением и доставкой нефтепродуктов. А значит, умение пользоваться не только сложным оборудованием, но и средствами пожаротушения. Это на случай непредвиденных ситуаций. Их, кстати, почти не бывает. Разве что совсем мелкие, которые потом к тому же становятся анекдотами. «Девушки обычно меньше забывают пистолет в баке, чем мужчины. Они более ответственные». Заехать заправиться – обычное дело для любого водителя. Всего каких-то несколько минут. А вот на самой АЗС жизнь кипит круглые сутки. Рабочая смена оператора длится 12 часов. За это время он успевает заправить около тысячи человек. Это примерно 25 тысяч литров топлива. «Если будет чуть ниже температура, можно заправиться при минус 32, чтобы не замерзало». Но выход клиенту – это скорее исключение. Основная работа все же за кассой. Постоянных клиентов здесь уже знают в лицо, да и новички обычно возвращаются. АЗС номер 21 – одна из самых популярных в Гомеле. «Вторая, 95-ая на 20 рублей». Весь процесс как на ладони, камеры видеонаблюдения – хорошие помощники. Если водитель забывает номер колонки или, к примеру, неправильно использует оборудование, проследить и подсказать, если что-то пошло не так. «На третьей колоночке снимите, пожалуйста, четвертый пистолет». «Нимите, пожалуйста, четвертый пистолет». Чем дальше, тем сложнее. Современная заправка – это не только колонки с бензином, но еще и мини-маркетс-кафе. Полки не должны пустовать. Товар заказывается регулярно, запасов на складе на двое суток вперед. Если раньше на заправках работали в основном мужчины, то сегодня с появлением технологии – это чаще женский труд. Марина Мельникова пришла в компанию 8 лет назад. Начинала с должности рядового оператора, но уже через год получила повышение. Сегодня она здесь главная. «Не сидишь на одном месте, постоянно что-то новое, что-то интересное. Где-то нестандартные ситуации бывают. Постоянно надо думать. Не скучаешь. Бывает сложно, бывает энергозатратно, но если это любимая работа, все получается». Такие, как Марина, каждый день доказывают нефтяники. Это не только бурильщики и сейсмологи, но и все остальные, кто связан с профессией. А это особенно важно в тот момент, когда в отрасли высокий спрос на профессионалов. Незаметно ее рабочий день подошел к концу, но она решила задержаться и красиво украсить елку. Говорит, перед Новым годом все нуждаются в празднике. «Заранее создавать это новогоднее, предновогоднее настроение, чтобы они шли с этим новогодним до самого Нового года». Максим Вечерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область. На орбиту и обратно. Олег Новицкий сегодня лично презентовал Минскому музею Максима Богдановича космический экспонат. Открытка со звездным стихотворением «Песнира» полгода назад была отправлена на самый дальний адрес телеканалом ОНТ. Яркое событие фактически завершает год 130-летие гения земли белорусской и классика мировой литературы. Александр Матяс. Сила притяжения. Усемы разом лятим дозорно, писал Богданович. В 1915-м никто не знал, когда же первый человек скажет «Вижу землю». Теперь и он попал. Открытка портрет побывала на высоте 400 километров. Вернул ее на родину белорус, покоривший космос. С одной стороны, это просто почтовая карточка, да. А с другой стороны, какой путь она преодолела. Это из музея. Она долетела до Байконур. Ее загрузили в грузовик. Достали на борт МКС. Какой-то период времени она находилась на борту станции. О чем свидетельствует печать, что она была именно на российском сегменте. И потом спущена в степи Казахстана и привезена уже в Белоруссию обратно. Творчество песнира была расходна ровно. Насколько оно вам знакомо? Ну, врать не будем. Конечно, в рамках школьной программы. Потому что потом уже, к сожалению, белорусской мовой не занимался. Занимался только подготовкой. Сначала к полету на самолете, потом к космическим полетам. Поэтому придется наверстывать. Полет Новицкого музея был коротким. Ни минуты покоя. Все же успел заглянуть с супругой Юлией на выставку к 130-летию Богдановича. И оставить запись в книге почетных гостей. Поэт и космонавт почти родные. Корни в игумене. Ныне червеня. Еще сябры называли его гостем «З высокого неба». Знакомита романс «Зорка Венера» и верш «Я хотела бы спаткаться с вами на улице», где Максиму сгадывая и «Зорки Геркулеса», и «Солнце», и «Землю». И, до речи, у этом верше есть секрет. С одного боку, это пригожа поэтичный образ, а с другого боку, это науково доказанный факт. У сузорья Геркулеса находится солнечный апекс. Это значит, что Солнце привязано до этого сузорья и лететь разом с ними вокруг центра галактики. Нижегородской гимназии Богданович учился довольно средне, но точно на отлично усвоил уроки превосходного знатока звездного неба Сергея Щербакова, его новаторский курс космографии в экспозиции музея поэта космического масштаба. Всего за 10 лет Богданович сотворил литературную вселенную, и потомки продолжают постигать ее. Почему же не мечтать, что когда-нибудь один из небесных объектов назовут в честь Песнера? Первой белорусской книгой, которая видела Землю, был сборник стихов Колоса. В 1975-м Климук взял его в полет к звездам. Сегодня Новицкий рощерком на увесистом томме символически сказал всем, поехали в следующий год 140-летия автора новой Земли. Александр Матяс, Александр Автухов. Наши новости. Новогоднее шествие по стране продолжает акция «Наши дети». В столице еще одним адресом добрых дел стал Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Здесь обучаются сотни детей. Их новогодние желания исполнили сенаторы. Привезли игрушки, сладкие подарки, литературу. Ответный подарок гостям – танцы и песни от воспитанников. И продолжение совместного праздника – хоровоту елки с главными зимними волшебниками. Мы полагаем, что вот эти акции нужно масштабировать как можно чаще. И не только привязывать к праздникам, к рождественским, к новогодним. Мы должны быть рядом с нашими детьми постоянно. Постоянно дарить им кусочек тепла и нашего хорошего к ним отношения, любви. И я надеюсь, что мы в дальнейшем будем продолжать эту же замечательную благотворительную акцию. Раз, два, три, елочка, гори! В Витебском детском доме сегодня тоже было шумно и весело. Представления для самых маленьких подготовили студенты Академии ветеринарной медицины. В программе много игр, танцев и хоровод. Сладкие подарки для всех участников праздника. Но главное – много улыбок и хорошего настроения. Наступает самый главный праздник, самый веселый праздник. Мы в это время становимся сами немножко детьми. Поэтому мы хотим, чтобы для того, что ожидает нас, было и для детей. Я хочу, чтобы на Новый год для людей, чтобы все люди были счастливы, у них было здоровье, и чтобы все желания их сбылись. А я хочу на Новый год роликовые коньки. Участниками новогодних представлений станут все воспитанники детского дома. Принимать гостей будут почти ежедневно. Без родительской заботы здесь 70 малышей. Каждый из них получит подарок, который заказывал у Деда Мороза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!